Добрый вечер! На ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. В центре Казани стая бродячих собак напала на детей. Они меня окружили, я упал. В каком состоянии сейчас пострадавшие и почему агрессивные животные спокойно разгуливают по улице Анна Городнова? Снежная сволка в двухэтажный дом. Кавказским голем, кочком, комбина, четверинка. Боитесь? Нет, а чего не открываете? О незаконном складировании на Аделе Кутуя Альбина Минебаева. Меньше рождаемость, больше разводов. С женой поругался, на втором году жизнь совместной, что детей не завели. Не смешно, уже разошлись. Как будут поднимать демографию в Татарстане? Итоги работы и планы органов ЗАГСа Улины Знатовиной. Народный спорт. Восемь татарстанских спортсменов входят в расширенный список кандидатов на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. О чем говорили и что просили на коллегии Министерства молодежи и спорта, расскажет Салават Пахмадулян. Центр Казани оказался во власти бродячих собак. Агрессивная стая напала на детей. Четверо пострадавших за полчаса. Девятилетнему мальчику потребовалась помощь хирургов, если бы не прохожие. У кушанных оказалось бы больше. Контроль за ситуацией с бездомными животными в 2013 году передали муниципалитетам. Но почему же закон не работает, Анна Городнова? Сначала одна маленькая была. Я думала, ну ладно, маленькая. Спокойно пройдет. Но собак оказалось целая стая. Семь агрессивных бродячих псов. В итоге заметована нога, рука, травмы даже на лице. В то утро Адель, как обычно, шел на тренировку по футболу. Хотел убежать, но они меня окружили. Я упал. Потребовалась поднаркозная обработка раны бедра укушенной и осаднение века. Это было слишком страшно. Юлия показывает место нападения. Именно они с мужем спасли 9-летнего мальчика. Мы-то в шоке, мы его поднимаем, а собаки-то у нас. Когда Адели занесли в манеж центрального стадиона, там сидели еще трое укусанных юных спортсменов. Все ждали скорую помощь. В это время подоспел и отец Адели. Ну, конечно же, думаю, что там безопасно. Даже, ну, я не думала, что такое может произойти. Собаки напали на детей вот здесь, недалеко от каста центрального стадиона. Мальчики не дошли до манежа, каких-то 100 метров. Несмотря на то, что по всей территории установлены камеры видеонаблюдения, стаю агрессивных собак никто не заметил. Заборы у нас вот такие вот, да, то есть не глухие. Адель проведет в больнице как минимум неделю. Остальных пострадавших отпустили по домам. После обработки ран всем будут проводить вакцинацию от бешенства. Лечение растянется на три месяца. Вопрос теперь в другом. Кто в ответе за нападающих собак? В данном случае местные самоуправления ведут это направление. Это отлов, транспортировка, содержание и регулирование численности. Постановлением Кабмина утвержден порядок отлова и регулирования численности безнадзорных животных. Отлов в городах и районах производится только на основании заказа снаряда. Это значит, пожаловался человек, на место выехала служба и предприняла меры. Нет заявки, нет работы. Совсем другая схема была до 2013 года. Тогда служба, выигравшая тендер у исполкома, самостоятельно контролировала численность и ситуацию. А не как сейчас, пока гром не грянет. Находит там одну собаку и на этом заявка закрывается. И это совершенно неправильно. Если уже информация идет о том, что в этом микрорайоне есть бездомные собаки, наверное, необходимо выехать не один раз, а несколько раз. Только за этот месяц народный контроль поступило уже более 40 жалоб на агрессивных животных. За год почти тысяча и собак меньше не становится. Хотя сумма, которая выделяется на это немалая, почти 25 миллионов рублей. И сегодняшнее происшествие, как обратная сторона событий трехлетней давности, тогда именно на пикетах зоозащитники требовали гуманного отношения к животным. Как видим, гуманность в этом случае обернулась против человека. Анна Городнова, Алина Бережна, Арина Атсафин, Радзельгарипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Снежный завал высотой в двухэтажный дом. И по этим снежным кочкам сотрудники заводов по улице Адели Кутой и Казани пытаются добраться до работы. Местные жители весной ждут локальной экологической катастрофы. По честным ли правилам вывозится снег на территорию, в ситуации разбиралась Альбина Минебаева. Кувырьки через ветки деревьев только так преодолевают снежные горы на Адели Кутуе. Местные называют их кавказскими, но вместо красивых видов травмоопасный путь. Вот ее даже немножко видно. Она идет туда, ну до конца забора точно вот этого она идет туда с вами. Тропинки занесли КамАЗы, груженные снегом. Пока мы снимали на территорию, пытались заехать еще три грузовика. Правда, при виде телекамеры свернули с маршрута. А водитель бульдозера, работавший на территории, вовсе сбежал. Можете с нами поговорить по-мужски? Или можете покачать только головой? Затопит вообще все, и здесь просто образуется болото. То есть я вообще боюсь, что экологическая катастрофа может начаться. Пунигон тянется на полтора-два километра, и на всем его пути те же самые деревья, что уже нарушение экологических норм и правил. Рахима Мусина буквально на четвереньках пытается добраться до работы. И такие снежные баррикады образуются четвертый год подряд. В конце мая до июня снег держится. Ну не так много, но есть снег есть. И все, оно идет во враг. Это территория на контроле экологов. Как выяснилось, участок у города арендует одно из предприятий и временно складирует снег. Правда, если все законно, почему все присутствующие на свалке начали придумывать оправдание? Свалка снежная, она как, законная? Не знаю, я просто заехал. Вы просто стоите здесь? Да, в туалет. А почему тогда с вами разговаривал, посредственно, водитель? Он адрес спросил. Складирование снега на зеленой зоне, где деревья не допускаются. Мы с этим проработаем. Эту организацию принудим, чтобы они здесь вывезли снег на зеленую зону. В Казани снег можно складировать лишь на официальных свалках и в снегополовильных станциях. Часть и снег принадлежат водоканалу. В этот холодный период для экологов горячая пора. Сейчас уже обнаружено 10 незаконных свалок. За грязный снег юридические лица расплачиваются деньгами. Санкции от 250 тысяч рублей. Альбина Минибаева, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Им уже нашли замену. Сегодня сразу в двух районах республики сменились главы. В Петрицах полномочия сложил Эдуард Диаров, в Рыбной Слободе и Ильхам Валеев. Их отставки принял премьер Алексей Песошин. Преемники выходцы этих же районов. Перед ними теперь стоят стратегические задачи. Необходимо создавать производство, развивать сельское хозяйство и в целом повышать уровень жизни населения. В Пестричинском районе утро началось неочередное заседание депутатов местного районного центра. Народные избранники проголосовали за отставку главы Пестричинского района Эдуарда Диарова. Он был на посту 5 лет. Тут же сегодня тайным голосованием избрали нового главу района. Где нагласно им стал Ильхам Кашапов. Он родился и вырос в Пестрицах. До того работал на руководящих должностях и возглавлял компанию птицефабрика «Казанская». Он уже сегодня четко обозначил задачи, которые перед ним стоят. Я на данную должность, я хорошо понимаю всю степень ответственности перед населением, районом и республикой. Аналогичным утро выдалось и в Рыбно-Слободском районе. Здесь в отставку ушел Ильхам Валеев, которого сглавлял район 10 лет. Решил уйти в отставку. 19 лет по работе угловой и 10 лет в Рыбно-Слободе. Я думаю, свежая кровь нужно обновить. Перемены давно назрели. Район в последние годы по многим показателям социально-экономического развития находится в аутсайдерах. Перемен. Просто хороших, позитива. Чтобы наш район был показателем. Работы нет. Стоянок нет. Машину. Некуда ставить машину. Безработица в районе. Главная проблема – это безработица. Молодых жалко очень. Они остались без работы. Все уезжают, разводятся. Ильхам и Валееву уже нашли замену. Исполняющим обязанности руководителя исполкома был назначен Эльдар Тазудинов. Он сам выходец из Рыбны-Слободы. Ранее работал заместителем руководителя особой экономической зоны Алабуга. У меня единственное пожелание, что все эти поставленные задачи мы сможем выполнить только соответственно к работе. Как говорится, один поле него. Многих мы со своими стали знакомы. Смены глав республики схожи с общероссийскими тенденциями. Регионы все чаще возглавляют молодые технократы. В республике тоже сделаны ставки на них. Как они расставят акценты в работе и к каким результатам будут идти, покажет время. Альбина Слагараева, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань. Со своей инициативой в Москве продолжается Международный экономический кайдаровский форум. Делегация республики вновь выступила с очередным предложением, как улучшить инвестиционный климат в стране. Самые активные члены Ассоциации инновационных регионов России, возглавляемые Рустамом Минихановым, советовались друг с другом, какие сейчас инициативы на федеральном уровне лучше продвигать. Сейчас у татарстанцев новая задумка. У нас подписан закон, который продляет действие ставки 14%. Но наша задача пойти дальше. И для того, чтобы выровнять условия по налоговым льготам для территории опережающего развития и для IT-индустрии, мы просим поддержать ставку 7,6% для IT-индустрии. Каждый второй брак распадается, а каждый третий мужчина не доживает до пенсии. Где-то пугающие, а где-то радостные итоги прошедшего года сегодня подвело управление ЗАГС при Кабинете Министров. Юбилейный год продолжает тенденцию превышения рождаемости над смертностью. Но детей у татарстанцев появилось почти на 8 тысяч меньше, чем в прошлом. Как будут укреплять семьи и поднимать демографию, Лина Зинатолина. Они проводят регистрацию новорожденных непосредственно в перинатальных центрах и родильных домах республики. За год больше 48,5 тысяч зарегистрированных малышей. Цифра не маленькая, но и отставание от прошлого года значительное. Родилось почти на 8 тысяч меньше детей. И тенденция в ближайшие годы сохранится. Одной из причин ухудшения демографической ситуации следует считать падение рождаемости 90-х. Сегодня именно эти дети сами становятся родителями. И поэтому объективно можно прогнозировать дальнейшее сокращение числа рождений в предстоящий период. Но это не повод расслабляться. Повышение рождаемости – стратегическая инициатива президента страны. Это и продление материнского капитала, и строительство детсадов. Новые меры соцподдержки уже с начала этого года. О них Владимир Путин объявил буквально два месяца назад. Предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет. В Татарстане по 8,5 тысяч рублей уже начали получать первые семьи. Но когда дело касается рождаемости, лишних мер не бывает. Еще одна долгожданная – уже от президента республики. Сейчас разрабатываются документы на введение выплат за рождение первого и третьего ребенка молодым мамам, живущим на селе минимум три года. Повод для новых инициатив – статистика разводов. Из тысячи браков распадаются 503. Госсовет уже предлагал в Госдуму инициативу по усложнению процедуры развода, но она была отклонена. Мы берем на себя обязательство, Захаровой, председатель комитета по социальной политике Государственного совета, вновь поднимать эти вопросы на федеральном уровне. Не надо ради сохранения этой семьи, спонтанности, взволнованности принятого этого решения, где-то какой-то тормоз придумать. Пока вопрос завис на федеральном уровне, с разводами в республике борются по-своему. 468 пар, которые пришли в ЗАГС развестись, получили психологическую помощь, больше половины передумали. А 12 тысяч будущих молодоженов прошли обучение для подготовки к семейной жизни. Проводили социологические исследования, встречались с теми, кто разводится. К сожалению, у молодых не хватает выдержки, терпения. И еще вот такой момент, выросло целое поколение однодетных детей в семье. Это мое, это твое, я. И, конечно, нужно в школы вернуть предмет фамилистика, наука о семье. Школьники, молодежь сама хочет. Почти три четверти услуг ЗАГС в минувшем году татарстанцы получили в электронном виде. А среди будущих молодоженов и вовсе 97% подали заявление через портал Госуслуг. Теперь ключевая задача перейти на новую, уже федеральную систему. С 1 октября этого года органы ЗАГС заработают в едином облачном сервисе, оператором которого станет налоговая служба. Лина Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Свежий ремонт, новые мебели, современное оборудование. Сегодня новоселье у сотрудников Казанского отдела полиции Юдина. Правоохранители расположились на первом этаже новостройки жилого комплекса «Салават Куперы». С переездом их сегодня поздравили премьер республики Алексей Песошин и глава МВД Татарстана Артем Хохорин. Ранее полицейские находились в разных жилых зданиях поселка Юдина. Им приходилось тратить дополнительное время, перемещаясь с одного участка в другое. Сейчас их не только объединили, но и создали другие условия работы. Просторные кабинеты с современной техникой. К тому же правоохранители будут обслуживать один из больших жилых комплексов Казани. Казань расширяется, строятся новые микрорайоны. Наша задача, чтобы в них было тепло, уютно и самое главное, чтобы было безопасно. В целом отдел будет работать уже завтра сегодня намного лучше. Граждане будут спокойны. Мы понимаем, что надо обеспечивать правопорядок на всей территории. Не значит, что вы ушли с поселка Юдина, не значит, что вы ушли из Залесного, из Старокчино. Но салат Купре растет, на 30% уже заселен. Этого события жители поселка Урусу Ютазинского района ждали полвека. Речь об открытии новой гимназии, которая уже 1 февраля примет первых учеников. Это не просто школа, а современный, многофункциональный, универсальный, инновационный центр, рассчитанный почти на 400 учеников. Чем удивит новое учебное заведение Светлана Звонарева? Июнь 2017-го. Именно тогда состоялась церемония закладки памятной капсулы в основании здания новой гимназии. Прошло всего 7 месяцев, и здесь уже готовы начать учебный процесс. Этот учебный центр объединит две старые школы, построенные еще в середине прошлого века. Она располагается в солнечном микрорайоне, и она сама гимназия наша солнечная. Потому что очень яркая, красивая, уютная, комфортная. Нам очень нравится. Кроме оригинального дизайна помещений, новая гимназия может похвастаться высокотехнологичным учебным оборудованием, лингофонным кабинетом, богатой медиа и библиотекой, интерактивными учебными пособиями. Посмотрев, какое здесь оборудование, хочется быстрее переехать и получить новый опыт какой-то. И это оборудование, надеюсь, поможет раскрыть ученикам гимназии свои таланты и способности. У нас очень много одаренных детей, которые занимают призовые места на олимпиадах различных, на конференциях. И я думаю, что после того, как они все это увидят, у них вот этот вот азарт, интерес к предмету, он еще больше возрастет. Для младших школьников в гимназии предусмотрены игровые комнаты, кабинеты отдыха и психологической разгрузки. Для старшеклассников продумали профильное обучение. Это аграрный профиль, социально-гуманитарный, значит, физико-математический, если дети захотят выбрать 10 классы, значит, и универсальный. У нас действительно есть программа, где родился, там и пригодился. Мы стараемся, чтобы не только мы, но и наши дети оставались в нашем районе. Решенный острый для района вопрос. Доставка учеников к месту учебы. Привозить детей в школу из близлежащих сел будут три комфортабельных автобуса. Светлана Звонарева, Фадгайсин, Бладший Фигулин, ТНВ, Ютазинский район. Устами младенцев через голубые экраны руководитель нашего телеканала Ильша Атаминов сегодня презентовал Рустаму Миниханову концепцию нового детского телеканала «Шаян» в переводе «Озорной». Президенту показали отрывки из передач, где ведущими являются сами дети. Обсудили контент телеканала и варианты его трансляции. Рустам Миниханов отметил востребованность телеканала и предложил обсудить вариант вещания не круглые сутки, а также отметил важность качественного контента программ для детей. Впервые на президентских выборах будут наблюдатели от общественной палаты. Сегодня об этом рассказал руководитель палаты Анатолий Фомин. Все для прозрачности и честности проведения выборов. В республике 18 марта откроются 2800 избирательных участков. И уже стать добровольными наблюдателями пожелали 3000 человек. Они пишут заявление, палата рассматривает, от какой общественной организации человек, и только потом будет приниматься решение. Мы будем наблюдать и как сейчас идет избирательная кампания, как идет освещение в средствах массовой информации, как осуществляется пополнение избирательных фондов, кандидатов, как ведут себя политические партии, как они будут встречаться с нашими избирателями и так далее. Занятия для наблюдателей пройдут по всей республике. Учебный план для них в качестве преподавателей прочитают специалисты в области избирательного процесса. Восемь датарстанцев претендует на поездку на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Итоги работы Министерства спорта и молодежи сегодня подвели на коллегии ведомства. Республика в прошлом году стала лидером страны по вовлеченности населения занятием физкультуры и спортом. Слават Мухаммадулли на новых вызовах. Восемь претендентов на поездку Пхенчхан, больше 800 мероприятий за 365 дней и регион-лидер по вовлеченности населения в занятия спортом. Однако поддерживать заданный темп, похоже, становится все сложнее. Просим вас, уважаемый Алексей Валерьевич, рассмотреть возможность поэтапного выделения дополнительных финансирований для развития данных видов спорта. Новые олимпийские дисциплины, повышение заработной платы тренеров и директоров ДЮСШ, чемпионат мира, универсиады, Кубок конфедерации, будущий мундиаль. Все это повысило интерес к спорту в республике, как выросли и ожидания татаростанцев. С учетом ожиданий наших граждан по развитию новых услуг, сервисов и продуктов, нам необходимо поднять качество проведения традиционных соревнований, обеспечить их узнаваемость и популярность среди населения. Эти ожидания повысили и спортсмены. В 2017-м татаростанцы на чемпионатах мира, универсиаде в Тайбее завоевали 51 медаль. За год в республике прибавилось больше 250 спортивных сооружений. В республике систематически занимается спортом 43,5% населения. Отсюда и ответ премьер-министра Владимира Леонова. По выравниванию уровня заработной платы, тренировок преподавателей, обозначенные в докладе Владимира Леонидовича, проблемные вопросы по оплате руководства спортивных школ будем решать в рабочем порядке. Поддержка массового спорта – задача от руководства страны. Следуя ей, к 2020 году регулярно должны заниматься спортом 40% россиян. Особое внимание Владимир Путин уделяет и волонтерству. Напомним, 2018-й объявлен годом добровольца. Главное – здоровье людей, полезный досуг, позитивное отношение к жизни, которое формирует спорт. И прививать физическую культуру, воспитывать ответственные отношения к себе нужно, безусловно, с ранних лет. В Татарстане действуют 172 детско-спортивные и юношеские школы. В этом году именно татарстанцы стали победителями и лауреатами всероссийских конкурсов «Доброволец России», «Студент года» и «Лидер 21 века». Республика Татарстан и город Казань всегда для нашего федерального центра в спорте задают новые подходы, нормы, правила, в том числе в международном спортивном движении. В 2018-м главное спортивное событие – чемпионат мира по футболу. Словат Мухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Истина где-то рядом. На поле то ли Пестричинского, то ли Актанышского, то ли Альметьевского районов очевидцы засняли НЛО. Такие районы фигурируют в обсуждениях к видео, которое с космической скоростью облетело просторы интернета. И так же быстро оно исчезло с Ютуба. На любительских кадрах видно, как некое существо подходит к летающей тарелке, садится в нее и улетает. Подозрения же вызывают не столько схожесть тарелки с голливудскими образами НЛО, сколько физика объекта. Когда корабль пришельцев пролетал над лесом, ни одно дерево даже не пошевелилось. По-моему, это все в ряд. Монтаж. Монтаж. Банально. Невозможно взлететь, не используя какую-то энергию. Костобы привезли горячее, я не знаю. Тестирование какого-нибудь научного объекта из университета. А далее в выпуске прогноз погоды. Всего доброго и до свидания. После длительной выездной серии Акбарс вернулся домой, готов принять клуб Йокерет из Хельсинки. Относительно новый клуб для КХЛ творит в этом сезоне чудеса. В западной конференции наш соперник заработал больше очков, чем лидер Востока. Сегодня Акбарс провел открытую тренировку. В списке травмированных оказался Никита Иськов, который присоединился к Малыхину, Попову и Косову. Также не играет свитов. Начало встречи Акбарс-Йокерет в Татнефть-арене сегодня в 19.30. Прямая трансляция в это же время на нашем канале и на ТНВ «Планета». На Дакаре тем временем завершился 10-й этап. 30 грузовиков из 44 стартовавших в Лиме остается в гонке. Неплохая статистика, учитывая, что в остальных категориях процент выбывших участников побольше. В общем зачете лидирует Эдуард Николаев. Всего на 24 минуты от него отстает Федерико Вилагро. Другие камазовцы пока вне пьедестала. Мордеев пятый, Сотников на девятом месте. Антон Шибалов опустился на 14-ю строчку. Уникс в домашнем матче проиграл Реджо Эмелия в третьем туре группового этапа ТОП-16 Еврокубка. Команда Прифтиса неудачно начала встречу, уступив в первой четверти с разницей в 9 очков. И в решающие секунды итальянцы оказались удачливее. Победа Реджо 71-69. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Уайт, набравший 16 очков. У Уникса 15 очков в активе Джамара Смита. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Заказ – компания «Данил Мастер». Весь январь «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. В четверг существенных изменений в погоде не ожидается. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики будет облачно, пройдет снег. Температура воздуха составит до 13 градусов мороза. На северо-востоке республики пасмурно, снежно и до 11 градусов ниже нуля. На севере Татарстана будет облачно, пройдет снег. Температура воздуха составит до 12 градусов мороза. На северо-западе республики местами пройдет снег. Температура воздуха составит до 9 градусов ниже нуля. На юго-западе пасмурно, временами со снегом и до 9 градусов мороза. В центральном районе республики тоже не обойдется без осадков. и там пройдет снег, температура воздуха составит минус 10 градусов. В последующие сутки ожидается понижение температур, а осадков станет меньше. В Казани ожидается снег и до 7 градусов мороза. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин